такое серьезное название агаподиум под агрария вот вам пожалуйста вы сныть да сныть вот что-то очень просто простушка она не просто сныть с недочка она агаподия под агрария агаподиум от агрария вот такое чудо так что прошу любить и жаловать с богом но когда-то читала в большой медицинской энциклопедии о том что это пищевое растение отнесено именно вот как раз в разряд укропа петрушки сельдерея семейство то это сельдерейная если кто не знает так что и вкус у него поэтому ароматный очень много эфирных масел немножко подойдет дальше поросли ну вот здесь смотрите здесь и калужница здесь поросль крапивы такой ранний лес весенний когда только-только вот на этих маленьких опушечках что-то вот вышло очень много аминокислот из них вот 15 или 14 по 14 обнаруженных именно в сныте это достаточно серьезная заявка вот вы уже многие знаете из наших занятий что резин на первом месте там гистидин потом резин аспарагиновая кислота пролин наш любимый на пятом месте это тоже о многом говорит валин фильм фильм фенилаланин вот из того что помню или по-моему лицин из лица вот вот эта группа но все дело в том что он посмотрите успокаивающим свойством обладает антидепрессант в то же время вот такое сочетание несочетаемого казалось бы вместе с тем улучшает качество сна за счет чего но множество различных компонентов в том числе скажем фенилаланин аспарагиновая кислота снимают конечно нервозность успокаивают то есть вот значит в разряд успокаивающих седативных трав можно отнести сбор можно добавлять делать такие сборы которые содержатся именно сныть но витамины микроэлементы что тут говорить потому что значит большое количество выделено и макро и микроэлементов вместе с тем вот эти весенние все наши травы такие как замечательный первоцвет допустим медуница значит одуванчик очень подорожник очень цены конечно но вот первоцветы именно то что касается медуницы и крапивы молодой сныти как-то очень интересно содержит состав очень близкий очень похожий на формулу крови азот кислород углерод водород и атом железа гемоглобиния и здесь в травушках в этих азот кислород углерод водород и атом магния идет при приеме реакции замещения у нас с вами видите как интересно то есть мы принимая практически этот хлорофилл вливаем живую кровь это очень важно для тех кто болен очень серьезно для тех у кого ставится очень серьезный диагноз вплоть до онкологии когда нужно действительно взять в себя настолько повести правильно и в отношении именно сил иммунной системы вот здесь конечно вливается буквально чистая живая сила представляете силы пробуждающейся земли вчера еще снег лежал здесь солнышко воздух это настолько влага все работает на жизнь поэтому сныть здесь тоже просто великолепно ее состав марганец и железо калий кальций тоже говорит за себя потому что и между прочим и как раз вот в составы куда входит сныть обязательно мы говорим об анемии вот так что салаты у тех у кого есть проблемы как раз вот с гемоглобином с железом с ферритином особенно ферритин это пух скажем так железо у нас в организме смотрите для вас сныть особенно цена вот ну что можно сказать что еще антикоагулянт за счет пептидной группы не классические совершенно какую скажем так не в числе первых но обладает таким свойством флавоноиды которые содержатся в снытие в кверцетин и за кверцетин рутин кемферол это как раз вот те флавоноиды которые обладают антиоксидантным антиоксидантным свойством мембрана протекторами являются хорошими но еще можно сказать что гасит синглетный кислород в клетке то есть хороший мощнейший антиокислитель вот как ну и если говорить о серьезной доказательной медицине то получается так что есть серьезные работы которые вот сюда еще подойдут и следует очень серьезно сныть как серьезный препарат хорошенькая кузинога как карл линей когда-то назвал видите как похожесть последних парных листиков с ножком с ножкой козлы вот 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 очень интересная работа и видимо видите как серьезные растения которые необходимо исследовать дабы понять насколько они действительно научно нам обоснованно доказательно могут подойти в процессе проведения химиотерапии у больных для поддержания формулы крови как гепатопротектор как антиотоксическая терапия и что самое интересное под морфологические изменения в печени которые происходят во время проведения именно химиотерапии вот здесь 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 применение сныть очень оправданно и работа по моему авдиева автор почитайте посмотрите автореферат есть такой как раз о сныте в котором как раз изначально остался вопрос об исследовании нахождение как раз вот такого растения и в общем сны взяли за образец вот исследовали и действительно порядка где-то по сравнению с контролем 35 процентов клеток практически сохранялась на 35 процентов очень большой процент а если мы с вами еще возьмем другие травы которые мы знаем и присовокупим то практически у нас и формула крови в момент проведения на химиотерапии будет сохраняться более или менее поддерживаться вот работа костного мозга скажем больше извините больше видно калужница чем наша любимая сныть вот ну когда-нибудь мы калужницу делим внимание так вот я ушла в кусты там ее меньше гораздо у меня такой хороший фотограф великолепный но еще можно сказать что содержит полиоцетиленовые соединения вот то есть это такие соединения в которых ну допустим частности фалькоренол это то что запомнила в свое время один одно но и гораздо больше порядка четырех уже выделенных то есть это вещества обладающие воздействуем на малярийный плазмоди и грибы мы с вами на занятиях как-то говорили о том что в в Израиле в Германии сейчас есть работы которые доказательно показывают нам то что растения именно биохимия которых влияет на малярийный плазмодий будет непременно работать с токсоплазмозом вот вам дядюшка и Юрий в день вот такая скромница наша смыть представляете себе какие заявки у нее на победу вот так что запомните еще полиоцетиленовые соединения в частности фалькоренол противогрибковые сборы так тоже вот как хорошо ну еще семейство сельдереевых тут по сельдерине то это говорит о том о том что действительно здесь работа и с гормональным фоном может выделена работ я таких глубинных не встречала глубоких но в некоторых работах сначала бета-ситостерин содержание это значит влияние есть конечно безусловно вот поэтому но и за счет гидроксикоричных кислот что очень важно обнаружено вот три важнейших три важнейших это кофейная хлорогеновая оксикоричная оксикоричная вот она не может познать и вот эти три оксикоричных оксикоричная кофейная эфируевый кислот обладают свойствами очень серьезного противовоспалительного действия холин содержится еще вот не забыть бы вам сказать холин мы о нем много говорили помните холин у нас входит с вами вот вот еще вот видно стебелечки именно в золотой стандарт как раз реанимации печени помните да гепатоцидов печеночных здесь работают на сосуды при деменциях при серьезных повреждениях мозга вот тебе и пожалуйста а у холина здесь очень много достаточно в этой травушке серьезно все каротина много вы знаете что предшественник каротин предшественник витамина а значит мы практически с вами уже и с витамином а если начинаем употреблять салатики или сборах можно они очень много говорить конечно потому что чудесное растение любимое такое растение вот и конечно же сныть будет очень уместно сердечно-сосудистых сборах особенно для пожилых людей сердечно-сосудистые недостаточность любой степени как диета терапия так и в виде сборов скажем спиртовых настоечек спиртовых капелек тоже смотрите тут получается и почка печень и воздействие как мембрана протектор жидкость излишнюю застойно выводящие смотрите получается почечная печеночная легочно-сердечная недостаточность вот что практически наш красавица может корректировать любите уже влюбляйтесь